У тебя сон в голову не идет, потому что из тебя фонтанирует, тебя настолько ценят, любят, и тебе хочется еще больше принести радость, принести фантазии и так далее, внутреннего мира и воображения, потому что есть обмен, есть энергия, любовь, доверие, и тогда из тебя и столько всего сразу. Ты играешь в спектакле то, что ты принес. Тебе никто не дает, вот тебе роль, иди учи. Нет, ты как бы приносишь этюда, 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 а ты, ну, что ты приносишь? Ты же приносишь этюда от себя, ты что-то свое рождаешь, и это в любом случае твое. Это был один из моих лучших спектаклей за всю жизнь. В комнате, в маленькой, с шести лампочками настольными. Это нормальный спектакль с райдером, но мы приехали, и нам дали такую площадку. Я сделала из фольги прожектора, люди стояли на улице, сидели чуть-чуть в комнате, а там три стеклянные двери, ну, стенки, и остальные все стояли на улице, смотрели. И вот произошел какой-то такой вот момент. Театром стоит заниматься только тогда, если ты не можешь им не заниматься. Все. Это как бы однозначно. Если ты можешь жить без театра, живи без театра. Для меня стольный спектакль, я его уже сыграла там больше сорока раз. Ну, это довольно много, потому что я сама организовываю и все показываю. То есть это не то, что ты там в репертуарном театре фигачишь. То есть и каждый раз для меня это стресс прямо. И раздеваться мы стали действительно только когда уже психологически мы настолько друг про друга все там все знали. Ну, там каждый переносил свои истории, там и так далее, и так далее в рамках репетиции. И что уже потом там, господи, раздеться, да господи, да вообще пофигу. Ну, то есть это настолько как бы не что, ну, тело, это настолько как бы все бренное, что просто все равно, это просто инструмент. На фоне этого всего коронавируса, там публикации в Фейсбуке была публикация, вы говорите, что актеры там и вообще люди искусства не важны, что это не как бы не средство первой необходимости. А вы переживите вот коронавирус и карантин без кино, без книг, без музыки. Спасибо.